Дорогая Найна Иосифовна, уважаемые друзья, дамы и господа, мы собрались по очень приятному, теплому поводу поздравить Найну Иосифовну с юбилеем, с днём рождения. Дорогая Найна Иосифовна, мы относимся к вам все с огромным уважением, почитаем вас и как супругу первого президента России, и, конечно же, как неизменно доброжелательного, очень тактичного человека, как человека, предъявившего обществу, всему нашему обществу образец скромности, душевной щедрости и достоинства. Эти качества являются всегда ценными и ценятся везде, но особенно это ценно в трудные времена, в периоды кардинальных перемен, когда люди остро нуждаются в понимании и поддержке. Вы были рядом с Борисом Николаевичем более полувека, прошли с ним через все испытания, через все трудности, тернии и победы, и на всех поворотах вашей общей судьбы обеспечивали надёжность и спокойствие, спокойствие семейного тыла. Да, вы старались избегать публичности лишней, но было немало сложных ситуаций, и все мы об этом знаем и помним, когда и Борис Николаевич нуждался в вашей открытой поддержке. И вы умели доходчиво, правдиво, а самое главное, с неуклонным уважением к людям объяснять происходящее. И ваши слова, в которых всегда звучала искренняя причастность к судьбам людей, находили отклик в их сердцах. Дорогая Наина Остинна, для меня большая честь вручить вам сегодня орден святой великомученицы Екатерины. Это особая государственная награда за высокую духовно-нравственную позицию и милосердие, за значительный вклад в благотворительную, миротворческую, гуманитарную деятельность. Излишне говорить, насколько вся ваша жизнь соответствует статусу этого ордена. Позвольте вас сердечно поздравить и поблагодарить. Спасибо большое. За большой вклад в реализацию общественно значимых гуманитарных программ и активной части благотворительной деятельности ордена святой великомученицы Екатерины награждена Ельцина, Наина и Осиповна. Дорогой Владимир Владимирович, Вы мне устроили такой праздник, но я совершенно не ожидала и в мыслях не было, что мне будет вручен орден. И в какой-то вот такой состоянии мне даже трудно передать словами. И волнительные, и восторженные, и одновременно я думаю, что статус такой высокой государственной награды, он требует огромного масштаба и работы. Я понимаю, что я как могла носила свою репту на протяжении всей своей жизни, а сейчас вместе с президентским центром мы стараемся тоже делать добрые дела. Я даже не ожидала, что я смогу почувствовать себя как будто бы членом этой молодой команды, очень умных людей, которые и создавали центр, и сейчас делают все, чтобы президентский центр превратить в точку в городе Екатеринбурге, которая бы притягивала людей и всех возрастов, и разного образования, и совершенно разных взглядов. Конечно, я могу только пообещать, сколько у меня хватит сил, и я буду стараться. Спасибо вам большое.